Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой такой баттл между двумя Bluetooth-наушниками китайскими. Значит, и те, и те у меня получены были с сайта JD.com за как бы даром, с той самой акцией. Сейчас я первые открываю наушники. Это Blue Audio Q5 наушнички. Тут еще в посылке был телескоп для телефона, но это будет потом в отдельном обзоре. Таким вот образом выглядят эти Blue Audio Q5. Сейчас будем их более подробно осматривать, открывать, слушать и рассказывать. Тут есть даже код верификации. Естественно, проверим на сайте. Здесь нужно стереть. Стираем. Вот, видим код. Ну, собственно, сейчас заходим на сайт, вводим и проверяем. Спецификации. Bluetooth 4.1. 10 метров дальность от телефона или к чему вы будете подключать. Тут даже по-русски он написан, смотрите. По звуку будут довольно-таки субъективные оценки, потому что... Кому-то звук может показаться хорошим, кому-то не очень хорошим. Тут все очень субъективно. Таким вот образом они выглядят. Что у нас тут в комплекте? Микро-USB шнурок с зарядкой. Куча дополнительных амбошюр. Емкость аккумулятора, кстати, тоже нигде указана не была. Вот тут даже целая инструкция. Судя по тому, что на коробке было написано по-русски, тут тоже где-то должно быть на русском. Инструкции русского нет. Ну, а наушники выглядят сами вот таким вот образом. Вот, ну, вот эта штука вешается на шею. Знаете, собственно... Ну, я, честно говоря, представлял, что они будут больше, потому что на всех изображениях они были больше. Ну, конечно, по поводу наушников, это чем меньше, тем лучше. Тут у нас регулировка громкости, плюс-минус. Здесь, насколько я понимаю, должна быть зарядка. А, ну да, вон она. Что-то достается так. Вот, не вижу нигде, чтобы было написано, где какое ухо. Сейчас, собственно, зарядим, посмотрим емкость, подключим к телефону и посмотрим, как они играют, как подключаются. Все вот это вот. В общем-то, заходим, естественно, в настройки Android, здесь заходим в Bluetooth и сами наушники включаем длинным нажатием вот на эту кнопку. Но не просто включаем, а именно держим где-то секунд пять, пока они не войдут в режим сопряжения. Ну, об этом, как бы, сообщит комментаторша именно в сами наушники. То есть, ну, я сейчас вот, например, к левому уху приложу, чтобы знать, когда он будет в режиме сопряжения. Вот так. Нажимаем. Она говорит Ready to pair. Вот, естественно, здесь нажимаем обновить. Значит, видим, где они тут у нас. Вот, Q5, получается, несопряженный. Нажимаем, и оно подключается. В общем-то, ничего сложного в этом нет. Я поносил их некоторое время. Что могу сказать? Значит, полностью, когда они были разряжены, я поставил их на зарядку и смог в них влить 123 мАч. А заряжаются они током в 0,07 ампера. В общем-то, заряжались они довольно долго, потому как очень малый ток. По звуку они мне совершенно не понравились. То есть, там очень мало низких частот и практически, ну, басов вообще нет. То есть, их невозможно добиться даже никакими эквалайзерами, вообще ничем. То есть, есть программа, которую я покажу от производителя этих наушников. Программа, насколько я понимаю, находится в стадии какого-то то ли бета-тестирования, то ли что. Потому что в маркете ее пока нету. То есть, она распространяется через какой-то там сайт. В общем-то, я ее вообще на FOPDA скачал. Называется ISCC Demo. Запускаем ее. Вот, выглядит программа вот таким вот образом. Тут можно, типа, смотреть уровень заряда батарейки. Я, кстати, так и не нашел. По-моему, именно с этой гарнитурой уровень заряда батарейки, но не показывает. Уровень заряда по умолчанию и в этих наушниках, и в следующих наушниках показывается именно там, где значок Bluetooth. Конечно, определить по этому можно очень примерно. Однако, ну, такая возможность существует. В общем-то, единственное, что здесь можно сделать через эту программу, это, во-первых, поменять язык вот этой вот комментаторши. Громкость, кстати, тоже нельзя здесь почему-то регулировать. Поменять язык этой комментаторши, которая комментирует действия в самих наушниках. И, также, самое главное, это выставить эквалайзер. То есть, я говорил, что здесь очень мало низких частот, поэтому я, в основном, здесь выставлял эквалайзер бас, что, ну, хотя бы чуть-чуть придавало низких частот этим наушникам. И далее уже, ну, например, включал через PowerRamp какое-нибудь музло. Ну, сейчас у меня стоит, например, Creator Violent Revolution. Вот здесь вот микрофон находится, насколько я понимаю. Вот. Говорить по ней очень неудобно, потому что, особенно, находясь на улице, потому что собеседник сразу начинает тебя спрашивать, где ты находишься, почему так плохо слышно, почему так глухо, почему так, ну, ветрено, потому что, естественно, в микрофон попадает ветер, все звуки с улицы, то есть машины там, весь шум, гам. Ну, говорить по этой гарнитуре – это последнее дело, очень неудобно. То есть, естественно, я собеседника слышу хорошо, но собеседник меня практически не слышит. То есть, чуть ли не каждую фразу переспрашивать приходится. Вот эти вот рожки, вот такие вот, да. Я, честно говоря, раньше с таким не сталкивался, они предназначены для того, чтобы наушники лучше удерживались в ушной раковине и вставляются вот таким вот образом. Значит, по поводу амбашюр этих силиконовых. Честно говоря, они, ну, не очень хорошие, они очень твердые, за счет чего они неплотно, вот у меня сейчас самые большие стоят, они неплотно прилегают, как бы, ну, находясь в ухе, собственно, к ушной раковине, да, и никакой герметичности эти затычки не имеют. То есть, вот я еду, например, в метро и полностью слышу метро, как бы, все шумы, все. Левое ухо даже хуже как-то прилегает, чем правое. То есть, ну, в остальных наушниках, по крайней мере, у меня такого нет. Возможно, здесь просто вот эта амбашюра другого размера. Вот мне средние и маленькие вообще были малы, поэтому я даже и не пробовал с ними ходить более продолжительное время. Ну, с этими вот наушниками я походил день. На беспрерывное, как бы, проигрывание музыки этих наушников хватило шесть с половиной часов. Ну, как бы, в принципе, неплохо, да, но учитывая, какой они выдают звук, то, в принципе, нафиг они нужны эти шесть с половиной часов. По кнопкам, что основная кнопка, это, собственно, на правом наушнике, кстати, они никак не размечены, где правый, где левый, но по факту правый тот, на котором находятся все кнопки управления. Значит, вот эта кнопка включения, есть, естественно, громкость, плюс-минус. Также этими кнопками переключаются и треки, более длинными нажатиями, то есть минус, соответственно, назад, плюс, соответственно, вперед. Сама зарядка происходит следующим образом. Вот, собственно, порт microUSB, в который мы вставляем шнур и подключаем к USB. Собственно, сейчас мы это и сделаем, потому как они у меня полностью разряжены. Подключили, в общем-то, загорается синенький диод. Не знаю, как вам там видно, должно быть, по идее, видно. Загорается синенький диод и, в общем-то, происходит зарядка. Что касается вот этих вот, значит, штук, которые призваны повысить, так сказать, цепкость этих наушников в ушных раковинах, да, ну, честно говоря, очень сомнительное, на мой взгляд, изобретение, потому что у меня, например, от них очень сильно устают уши. То есть, вроде как они ничего не давят, вроде как и мягкий силикон, но, тем не менее, после того, как снимаешь с ушей, значит, вот эти вот кандалы, то сразу чувствуется облегчение. То есть, ну, неудобно. Они, естественно, они немножко придают цепкости этим наушникам, да, но, тем не менее, это того не стоит, уж лучше они вывалятся из уха, чем, в общем-то, потом ухо будет болеть. Но, на самом деле, благодаря, ну, даже не благодаря, а из-за плохого качества этих вот силиконовых амбошюр, как мне показалось, все равно, значит, наушники сидят в ушах очень плохо и нету ощущения герметичности. В общем-то, ну, на самом деле, очень посредственные наушники, несмотря на то, что это бренд, несмотря на то, что это оригинал, как мы проверили, да, наушники очень посредственные, звук вообще ни о чем, то есть, ну, блин, где-то на два, два с половиной, может, максимум три из десяти он тянет, то есть, слушать в таких наушниках музыку – это последнее дело. Ну, может быть, там аудиокниги какие-то, там радио, что-нибудь в этом роде, но это точно наушники не для меломанов, то есть, любая музыка в них звучит, как пластмассовое какое-то постукивание, ну, это привыкнув, как бы, слушать музло через, например, тот же Sennheiser CX500, который у меня уже более пяти лет, через такие вот бренджалки слушать, ну, реально не очень хочется. А теперь открываем следующие наушники QCY-QY7. Это от продавца JD, JD Collection, поэтому запакованы вот таким вот образом. Крутым я перемотал, потому что открывал очень долго. Там, как всегда, они напихали кучу пакетов с воздухом китайским. Вот, я это все дело очень долго открывал. Ну, наконец-таки открыл, разорвал коробку вообще на куски напорные. Вот, извлек из нее уже фирменную коробочку QCY-QY7. Действительно, очень неплохо выглядит внешняя коробочка. Вот, наушники создают впечатление действительно брендовые вещи, даже еще не будучи открытыми. Проверим, собственно, оригинальность этих наушников. Зайдем на QCY-Mall.com и введем вот то, что сейчас сотрем. Таким вот образом открывается эта коробочка. Тут мы видим еще две коробочки. Достаем первую. Смотрим, что в ней. Так, в ней у нас кабель зарядки, вот такой, в отдельном пакетике. У нас получается микро-USB. Плюс инструкция. Инструкция, кстати, опять исключительно на китайском. Да, только китайский. И, значит, амбошюры. Амбошюры разных размеров и какие-то непонятные вот такие вот штучки. Не знаю, разберемся позже, что это такое. Так, вот, собственно, здесь, насколько я понимаю, должны быть уже наушники. Сами. Так, все, больше тут ничего нету. Да, вот наши наушнички. Зеленого такого цвета. Ну, вот, выглядит таким вот образом. Так, значит, по поводу кнопок. Громкость. Плюс-минус. Здесь также расположен микрофон, так как это гарнитура. Ну, и, насколько я понимаю, вот эта вот кнопка включения. А здесь, скорее всего, расположен аккумулятор, потому как на этом ухе расположена зарядка. Значит, уши подписаны. Все органы управления находятся на правом. Вот видите, здесь буква R. Сейчас посмотрим их технические характеристики и будем тестировать, в общем-то. QCY и QI7. Они мне понравились просто, ну, на несколько порядков больше, чем предыдущие Q5. Во-первых, они, ну, они играют намного лучше. То есть, реально, у меня было такое чувство, что я даже вообще какие-то проводные наушники надел. Во-первых, они отлично фиксируются в ушах. То есть, такое чувство, что я родил свои родные Sennheiser и CX500, с которыми проходил уже неизвестно сколько лет. И очень-очень мягкий силикон здесь. И, соответственно, в ухо встает как влитой. То есть, вот здесь стояли по умолчанию средние по размеру амбошуры. Они подошли к моим ушам просто отлично. Ну, есть, естественно, в комплекте еще большие и мелкие амбошуры. Так вот, в общем-то, герметичность посадки этих ушей просто отличная. Даже, в принципе, для этой герметичности нет необходимости вот в этих вот ушах таких, которые, в общем-то, тоже предназначены, как и в предыдущих наушниках. Просто здесь они в другом виде сделаны. Тоже предназначены для того, чтобы, типа, наушники в ушах держались лучше. Но, на самом деле, я, честно говоря, не особо понял, куда вот нужно, собственно, вот эти вот силиконовые уши вставлять. Они были, ну, по умолчанию висели, я их уже снимать и не стал. Они играют вообще ни разу не хуже, чем вот эти вот мои новые ME Electronics Matrix 2. То есть, ну, вот эти вот наушники стоили мне 130 долларов, да. А вот эти вот мне стоили 5 центов. На улице, по крайней мере, я бы их не отличил. Дома, естественно, можно отличить. Вот, но разительное отличие они имеют именно вот этот Q5, у которых такой пластмассовый звук, где низких частот нет вообще. Здесь вполне достаточно, ну, мне лично, как низких частот, так и высоких и средних. То есть, ну, мне кажется, все довольно сбалансировано в этих наушниках. Функционал у них практически такой же, как и у предыдущих Q5 Blue Audio, за исключением того, что здесь нельзя выбрать язык озвучки и, значит, тут только на китайском. Ну, на китайском, так и на китайском. В принципе, тут все управление абсолютно точно такое же. Протестил на улице саму функцию гарнитуры. Ну, то есть, позвонил, там, принял пару звонков. И, ну, это дохлый номер. То есть, точно так же, как и с Q5, меня слышно очень плохо, ну, абонентам, тем, которым я звоню. Я, естественно, слышу хорошо, ну, потому как это наушники, да. По длинному нажатию на эту клавишу, значит, гарнитура включается, что-то там по-китайски себе бормочет, начинает мигать диод синим. Вот, ну, и автоматически она подключается таким же образом. Ну, то есть, я ее не удалял, чтобы вам показать, как ее подключать. Она подключается ровно таким же образом, как и с Q5. Точно так же, значит, в Status Bar показывается уровень зарядки этих наушников, как и у Q5. Разница в звуке, насколько я понял, обусловлена тем, что вот конкретно вот эти наушники QI7 поддерживают кодекс шифрования музыки по Bluetooth APTX, потому как он один из самых таких продвинутых. Возможно, именно поэтому и, ну, хороший звук, короче. Просто вот эти вот наушники ME Electronics, на них, кстати, позже я планирую снять обзор отдельно, они тоже поддерживают этот кодекс APTX, и, в общем-то, в них звук, на компе я их использую, в них звук меня устраивает более чем полностью. Точно так же, как и в этих, но для улицы, скажем так. По поводу емкости встроенного в эти наушники аккумулятора. Указано в спецификациях, что емкость его составляет 80 мАч, мне же удалось в него залить 106 мАч. Ну, в принципе, наверное, такая емкость есть, как указано в спецификациях. Помимо всего прочего, значит, в комплект входит еще вот такой вот стопор. Ну, я не знаю, может, кому-то будет нужно там их каким-то образом ограничить, то есть вот таким вот образом вставляется. Естественно, стопор тоже силиконовый, только из более плотного силикона. Там этот проводок поворачивается, чтобы он стоял вот таким вот образом. Ну, и там можно регулировать так, как нужно. Естественно, второй проводок вставляется со второй стороны аналогичным образом. Дальность действия, что у Q5, что у этих QY7 заявлено 10 метров. В принципе, я так далеко от телефона не отходил, но, значит, один раз, когда оставлял, значит, телефон в одной комнате, а сам шел через еще одну комнату в ванну, то, естественно, музыка уже прерывалась, но нас, естественно, с телефоном разделяли, получается, раз, два, три стены бетонные. Ну, понятное дело, что будет прерываться, это же Bluetooth. По поводу времени работы беспрерывной вот этих QY7, оно составляет, значит, около пяти часов, как, в общем-то, эти наушники выглядят в ухе. Ну, естественно, из недостатков и тех, и других наушников стоит отметить, что они громоздкие, ну, за счет того, что, собственно, все-таки это Bluetooth, где-то нужно разместить плату, где-то нужно разместить аккумулятор. Они громоздкие, и уши от них все-таки устают больше, чем от обычных затычек классических, типа CX500. И когда их снимаешь, что одни, что другие, так как конструкция у них практически идентичная, ну, уши тогда сразу отдыхают. Ну, конкретно чувствуется, что вот снял с ушей какой-то груз. Также еще хочу заметить, что и у тех, и у других наушников есть функция одновременного подключения к двум девайсам. Я, как бы, заранее знал, что есть такая функция, но не знал, как она работает. Значит, работает она следующим образом. Можете подключить к двум телефонам или к компу и к телефону в одно и то же время, но при этом, естественно, играть музыка в наушниках будет одновременно только лишь с одного источника. То есть, именно с того источника она будет играть, с которого вы включили в эти наушники музыку первой. То есть, если вы там на втором, подключив второй девайс, что-то включаете, то оно, как бы, будет играть и без звука. Но, как только вы на первом девайсе отключите музыку, то она заиграет на втором. Ну, то есть, если она, конечно, у вас до этого уже на втором была включена. Вот. Но какие, в общем-то, итоги можно подвести? Естественно, тут безоговорочная победа QCY и QI7, потому что они реально, ну, играют как наушники. В них можно более-менее хорошо слышать музыку. То есть, я не говорю, что они играют там идеально. Нет, конечно. То есть, это наушники очень и очень средние, но для Bluetooth-наушников, для дешёвых Bluetooth-наушников, они играют просто отличнейшими. То есть, даже вот по сравнению вот с этими Q5, QCY, эти играют просто вот, ну, на 10 из 10. Это если брать, как бы, в сравнение вот с этими вот, что это просто жесть. Это пищалки, каких ещё поискать. То есть, при этом и то, и другое, это оригиналы. Понимаете, в чём дело? Вот. Ну, меня лично вот этот звук, выдаваемый QCY, он устроил. Единственное, есть момент, что иногда, как бы, ну, я думаю, это из-за тормозов просто телефона. То есть, когда я, например, там, сёрфлю в опере, или там что-то запускаю такое грузовое, немножко бывает такой, как лак, но он буквально там миллисекунду куда-то длится. Ну, слышно такое вот сбивка такая, и всё, и дальше нормально. То есть, вообще, вот в этих вот наушниках ME Electronics, я её почему в пример привожу, ну, потому что для меня, как бы, это пока идеал именно беспроводного звука. Так вот, даже на тех наушниках бывает вот такая фигня, что, ну, такая сбивка, ну, она практически незаметна, и бывает довольно-таки редко. Вот. Что касается того, как держат связь с телефоном эти и эти наушники, то, в принципе, они держат связь одинаково хорошо. Я спокойно слушал и через толстую куртку, и через, там, не знаю, джинсы, да, и через капюшон. Всё, как бы, нормально проходит сигнал. Рекомендовать, естественно, вот эти наушники я никому не могу, блю, эти OQ5, потому что это жёстко даже для тех, кому медведь на ухо наступил. Вот. Вот эти вот QCY вполне могу рекомендовать для непритязательных, как бы, любителей послушать металл. То есть я, в основном, в них слушал именно металл. Там, Insomnium, Creator, God is an Astronauts. Так вот, ну, меня вполне устроил звук. При том, что я, как бы, привык, ну, к, я надеюсь, неплохому звуку. То есть я слушаю в качестве беспроводных дома на компе вот эти ME Electronics. Ну, а в качестве основных у меня всегда были мои затычки Sennheiser проводные, естественно, CX500, которые у меня уже более пяти лет, я к ним привык. И, в принципе, вот эти, я не могу сказать, что без проводов выдают звук намного хуже. То есть, в принципе, даже на уровне тех же Sennheiser, ну, как мне показалось. Возможно, конечно, у меня уже что-то со слухом. Вот. Ну, то есть вот эти наушники, там, за те 10, там, я не знаю, сколько они стоили, 10-15 долларов продажная цена, да, я могу даже порекомендовать за реальную цену купить. Ну, естественно, если это оригинал. Потому что подделки, их подделывают часто, надо сказать. Подделки, они там, естественно, могут вообще быть с абсолютно разной начинкой, с абсолютно разным звуком. То есть я о них не говорю, я говорю именно об оригинале. В принципе, ну, вот такой вот обзор. Надеюсь, кому-то было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как всегда, скоро будет много новых обзоров. Всем спасибо, всем пока.